Ну, а никто в принципе не задумался. Для чего, в принципе, продалась сама эта идея. Прогде не лечим, но по изменению лиц. Она, ну, одна из версий, что в целях сохранения власти, ныне действующей, естественно, олигархической бедрокой, которая решает в своей экономике политика, и, естественно, крупные бизнесмены, которые дарят вам подобное, это естественный процесс. Но любая система, которая соединится к самосохранению, это закон любого общества. В этом нельзя обвинять ни партию власти, ни нынешний состав парламента, ни президентский. Это обычная система сохранения, скажем так, диалектика, о чем Зульфеяна, то, что говорит. Но при этом система, сохраняя свою жизнеспособность, свои какие-то привилегии, свое влияние, она невольно не дает расти, скажем так, новым политическим силам. После этого я тоже говорил, что, господа, у нас нету молодых лидеров, политиков. Просто нет. Помните, сколько их появилось после крушения Советского Союза, сколько у нас было таких харизматичных, ну, мы уже, конечно, достанем от и Тикибарих, и Пуловых, и Атамбарих, и все ныне действующие политики. Они же были молодые в то время, 25 лет назад. Сегодня есть такая поросль в Новый Янг, я такого поросля не вижу. Редкие-редкие единицы, и то они далеко не тянут на такое, знаете, на северное представление. Даже в будущем интересов страны. Поэтому вот это как создать эту систему, которая бы защищала, ну, давала возможность, конечно, и ныне действующей власти работать, но и защищала молодую полосу политики. Ни одна Конституция, мне кажется, как бы мы ее не творили, и она не даст ответа на эти вопросы. Когда, ну, предъявить, по сути дела, обществу нечего, и почти нечего. Да, успехи есть, конечно, это никто не отрицает за последние даже 6 лет, 5-6 лет. Вышли из тяжелого пике, конечно, была ужасная ситуация в 2010 году, надо дать должное. Но, тем не менее, сегодня ситуация, ну, я бы сказал, не легче. И все прекрасно понимают, что сегодня керамический кризис, падение в годе жизни, и так далее, углубляющиеся процессы меграции, и так далее, и тому подобное. То есть в экономике-то изменений, по сути дела, никаких нет. Вы это все прекрасно понимаете. Что? Естественно, приближается период отчета. Но я не делал, чтобы в те парламентские выборы была какая-то отчетная кампания. Даже в полном маленьком соединенном обществе проводится отчетно-перевыборное собрание. Вы знаете, отчетно-перевыборное. Мы провели выборы, но мы не услышали отчетов. Парламент из-за того, где есть. Сейчас та же самая ситуация подсоединяется с президентскими выборами. Мы проведем выборы, но мы не услышим отчета. Вместо отчета, вместо такого фундаментального анализа, нам подбрасывают идею просто вот снова политика института. Это очень такой техничный политический ход. Очень квалифицированная, хорошая идея. Кто-то очень хорошо запустил эту мысль. Общество ее подхватило. И все нормально, в общем. Я думаю, что нам, не знаю, как я думал, что мы услышали от эксперта все эти мнения, что ли нам вестись на такие вот наживки. Я думаю, что это не делая счастья, пока нам не экспертное население. Спасибо.